Мы уже говорили о том, что экономические показатели теряют свою актуальность, когда слышны выстрелы и гибнут люди. И тема безопасности с каждым годом пугающими темпами становится все более актуальной в разных регионах планеты. Прощая оружие, почти по Хемингуэ на неделе активизировали дипломатическое измерение нашего военно-политического альянса ОДКБ. Мы вспомнили о великом американце не только из-за его романа и дня рождения, в пятницу классику исполнилось бы 118 лет, но и из-за актуальности прозы в стиле хаки в нашей прежде спокойной Европе. Увы, это действительно так. Эксперты и политики уже не стесняясь говорят о новой гонке вооружения и даже новой холодной войне. Но вернемся к Минскому саммиту ОДКБ. За аббревиатурой Организация договора о коллективной безопасности шести стран. Помимо евразийской пятерки Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, еще Таджикистан. У альянса юбилея 15 лет председательствует Беларусь. И наше лидерство выпало на самый драматический период напряженности в Европе. Как будто прежних холодных войн народам и политикам не хватило. Нам было достаточно, потому президент Беларуси выступил с инициативами большого договора или большой разрядки в отношениях. В основе дипломатия новые хельсинки. Но свою роль должны сыграть и партнерские отношения организаций кровно, а точнее бескровно заинтересованных в безопасности и сотрудничестве в Европе. Это ОДКБ, ОБСЕ и НАТО. Правда, пока не то что конструктивного партнерства нет. Нет даже элементарного доверия. Именно об этом шла речь на встрече президента с министрами иностранных дел ОДКБ и позже на саммите на уровне главных дипломатов организации. В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов. Задача дипломатии – создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон, выработки согласованных подходов только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей организации на международный аренду. Запомнится эта встреча еще и обстоятельным диалогом лидера с министрами. Уникальная возможность узнать о ключевых проблемах в сфере безопасности на наших евразийских границах и вблизи них. Ситуация на Кавказе. Защита от афганского наркотрафика границ Таджикистана и Кыргызстана. Белорусский вклад в умиротворение в Украине и межсирийское примирение на Астанинской площадке. Наконец, самые свежие новости о переговорах на полях Большой Двадцатки. Атмосфере встречи Путина и Трампа, решениях по Сирии и Украине от Сергея Лаврова. Все эти темы обсуждали, конечно, уже без прессы. Между тем, председательство Беларуси в ОДКБ продолжается. До конца года будут реализованы такие белорусские инициативы, как первые оперативно-стратегические учения, масштабные по задачам и географии спецоперации «Нелегал». Это борьба с работорговлей, незаконной миграцией и выявление лиц в международном розыске. Свою часть Беларусь отработала еще в мае. Актуальна и реализация первого этапа стратегии коллективной безопасности до 2025 года. В стратегии, кстати, тоже множество наших инициатив.